Ну что, можно долго гадать, откуда эти деньги будут брать российские власти или руководство Российской Федерации, но уже понятно, куда эти деньги попытаются потратить. На диверсии, на войну, на все что угодно. Вот есть новая информация от министра обороны Великобритании Бена Уоллеса. Да, я процитирую. Мы знаем, что у россиян есть специальная военно-морская программа, предназначенная для изучения и потенциального саботажа или атаки на критически важные объекты национальной инфраструктуры их противников, отметил Уоллес. Давайте детальнее об этом поговорим и разберемся, что же задумала Российская Федерация и зачем такие провокации могут совершаться на территории Запада. Виктор Ягун, военный и общественный деятель, генерал-майор запаса СБУ, заместитель председателя СБУ 2014-2015 годов, присоединяется уже к нашему эфиру. Здравствуйте. Виктор Николаевич, приветствуем. Да, добрый день. Виктор Николаевич, какова вероятность, что Россия пойдет на подобные шаги? Ну, надо понимать, что она уже фактически принимает участие в этой тайной войне и мы можем активно наблюдать за ней. Западные журналисты провели очень серьезное расследование и была опубликована информация про те корабли, которые используются не по назначению, хотя они имеют вид вроде как бы совершенно мирный, да, там рыбальские судна, какие-то там сухогрузы, нефтеналивающие какие-то танкеры. И огромное количество этих кораблей время от времени появляется в тех местах, где находится какая-то критическая инструктура, особенно морского базирования. Это в первую очередь касается тех стран, где идет активная добыча газа и нефтепродуктов и где критично для России их количество и их продажа. Потому что то, что раньше рынок занимал российский газ и российская нефть, сейчас активно замещается в первую очередь в Европе, Норвегии, Соединенными Штатами, другими странами, которые входят на этот рынок. И если возле нефтевышек и газовых вышек Норвегии мы постоянно видим какие-то российские траулеры, которые непонятно, что они там ловят, то это можно просто воспринимать как один из элементов разведки. Это раз. А во-вторых, проведенное тоже расследование и подтвержденная информация по кораблю, который находился некоторое время над Северным потоком. И именно тот корабль, который мог и имел возможность перевозить на своем борту мини-подводную лодку, которая имеет специалистические возможности, подтверждает тот факт, что Россия непосредственно имела отношение к взрыву этого продуктопровода. И если она смогла подорвать свой продуктопровод, почему она не может сделать то же самое с иностранными? Есть информация про специальные подводные лодки и специально оборудованные подводные лодки специальными такими крюками, которые могут разрезать трансконтинентальные кабеля. А это очень критично сейчас в наше время, если, например, между Соединенными Штатами и Европой будет разорван трансатлантичный кабель оптичный, и фактически два континента останутся без связи. Это в наше время намного серьезнее, чем хакерская атака. И вот эти все моменты, они очень и очень настораживают, в том числе, в первую очередь, наших союзников по НАТО. Они очень внимательно наблюдают за этими всеми кораблями, делают свои выводы и берут под активную охрану критические объекты. Да, как это вот в Швеции и Финляндии привели флот в боевую готовность, когда мы заметили какие-то судна, якобы рыбальские, на которых были вблизи их вод. Скажите, пожалуйста, как можно этому противостоять? Ну, в первую очередь, надо понимать, что сейчас санкции введены на вход тех или других кораблей в морские воды, в морские порта новых стран, именно на российские корабли. И пребывание их не в территориальных водах, а в исключительной экономической зоне, оно вызывает подозрения, потому что если они там пребывают, им же надо где-то куда-то заходить, где-то пополнять свои запасы. И вот наблюдение именно за этими кораблями, которые находятся, ну, тут точно не в месте своего постоянного промысла, эти корабли вычисляются, и за ними ведется очень активное наблюдение, в том числе с помощью спутников. Пытаются определить команду этих кораблей. Есть информация про то, что часть кораблей действительно выполняет с функции, там, например, сейнеров, рыбальских сейнеров, но при этом на ихнем борту находится специальная аппаратура и непонятные представители, которые чем-то занимаются отдельно от, например, общей команды. То есть это уже вызывает подозрения. То есть эти корабли берутся на учет, за ними ведется наблюдение, и, соответственно, то, что касается самой неприятной и самой опасной, это использование подводного флота против подводных транспортных каналов. То есть, в первую очередь, это кабеля, это интернет, это связь. Это очень такая сложная вещь, но я так понимаю, что союзники тоже в этом плане работают, поднимаются самолеты, есть радары специальные, например, Соединенные Штаты, они все, все свое побережье, их защищено специальными радарами, которые в подводном состоянии контролируют прохождение тех или других подводных объектов вблизи их территориальных вод. Но, к сожалению, контролировать весь океан очень сложно, поэтому включаются уже такие элементы, как разведательные компоненты, то есть есть, наверное, ориентурная разведка, которая предполагается, контролирует выход тех или других лодок, где они прибывают, где они в тот или иной момент находятся на своем дежурстве. И все это в комплексе объединяет все страны, которые борются с этой проблемой. Но, к сожалению, есть моменты, которые действительно очень и очень настораживают, но я думаю, что общими усилиями все-таки наши союзники справятся с этой задачей. Виктор Николаевич, скажите, пожалуйста, а насколько свободны страны Запада и страны Балтии в тех действиях, которые могут быть направлены на предотвращение возможных атак на критическую инфраструктуру со стороны Российской Федерации? И сейчас перефразирую. Вероятность чего выше? Неких превентивных действий, которые не позволят России совершить диверсии, или все-таки реакции на уже состоявшиеся диверсии? К сожалению, превентивные меры не очень удаются. К сожалению. Все-таки надо быть более активным и более, я не знаю, переходить от каких-то таких моментов, которые связаны с более демократическим и лояльным отношениям, более агрессивным, мне так кажется. Сейчас, если произойдет вступление Швеции в НАТО, Балтийское море фактически просто перестает быть для России свободным островом свободы. И пребывание Российского флота в Балтике может ограничиться только Финским заливом. Да, они могут там ходить туда-сюда, к Калининграду, но это будет очень и очень для них проблематично. А одна из концепций существования Балтийского флота, это кроме защиты Санкт-Петербурга, это все-таки и активные действия в Северных морях. Насколько они могут объединиться и действовать против противника в Северном море, ну это уже вопрос будет для них, очень серьезный. А именно в Северном море находится наибольшее количество и вышек, и находится огромное количество продуктопроводов, и находятся вышки в море, выставленные ветровые электростанции. Все это в комплексе должно быть серьезно взято под охрану кораблями НАТО, не только тех стран, кому это принадлежит. Но я так думаю, что на ротационной основе всех стран, участников коалиции. Поэтому я думаю, что ограничение прохождения военных кораблей Российской Федерации в Балтике, выход их в Северное море, опасность их приближения к этим критическим объектам, это один из тех моментов, которые надо сейчас рассматривать очень серьезно. Виктор Николаевич, такой вот вопрос. ГУР считают, что, например, запуск беспилотника над Кремлем, это дело рук самих россиян, и они пытаются ударами по Киеву, этими атаками, не ударами, слава богу, а атаками, которые мы отбиваем, показать, дать какую-то победу для своего информационного пространства. То есть показать самим россиянам, что они что-то побеждают, поскольку на поле боя, как мы понимаем, успехов нет. Может ли быть точно такой же и ПСО, и вот эта попытка показать, что мы и Западу сделали плохо, смотрите, какие мы мощные? Конечно, может быть. У них нет возможности противостоять им интеллектуально и в сфере какой-то там супервоенной техники, а условно прицепить какой-нибудь гачок, такой здоровый гак или к подводной лодке, или к трал, к сенеру, пропахать им пол, не знаю, полокеана и порвать все провода, ну почему бы это не сделать? Для них диверсия намного проще, чем что-то высокоинтеллектуальное. Ну что вы все-таки интеллектуальное, не знаю, поставить какую-то аппаратуру, чтобы хотя бы перехватить какую-то информацию, ну грубо говоря. На этом у них нет ни возможностей, ни технических, ни интеллектуальных. А вот что-то поломать, что-то испортить, навести какой-то, не знаю, гардиаж какой-то, провести диверсию, там подорвать вышку, трубопровод, это пожалуйста, это очень просто. Я, кстати, насчет удара дрона по Кремлю, вы можете просто хотя бы даже визуально посмотреть, какие последствия действительно удара дрона, даже не удара, а просто падение кусков сбитого беспилотника по обыкновенному дому в Киеве, какие-то были последствия, да, и демонстративный какой-то фейерверк вокруг купола Кремля. Ну это же просто была действительно детская игрушка по сравнению с тем, что они хотели, что они этим хотели доказать. Поэтому я согласен с тем, что говорит начальник военной разведки. Виктор Николаевич, спасибо большое, спасибо за профессиональную оценку происходящего, за ваши комментарии. Виктор Ягун был с нами на прямой связи.